Привет, мои дорогие друзья! Рада видеть вас на моем канале. С вами Аня. У меня вы найдете очень много разных распаковок с сайта Алиэкспресс и Джум. Ну а если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередную мою распаковку посылок. А у меня сегодня для вас хорошая новость. Вот этот вот блейзер вы можете приобрести всего лишь за 12 долларов 99 центов. Первое, что вам надо сделать, оформить заказ, но его не оплачивать. Кто не знает, пишите, я вам подскажу, помогу. Второе, написать в сообщениях заказы мое имя, Аннет, и продавец снизит вам цену. Вот и все, все очень легко и просто. Но скидка эта действует 72 часа с выпуска этого видео. Поэтому спешите, не упустите свой шанс приобрести вот этот классный блейзер-платье всего лишь за 12 долларов 99 центов. Я себе уже заказала, так что скоро ждите в моих распаковках видео этого блейзера. Ну что, а мы начнем с вами нашу очередную распаковку посылок. Как всегда, все ссылки на товары будут внизу в описании. Заходите, смотрите. Это женские трусики, не простые, а для особых дней. Как их называют, у продавца написано менструальные. В общем, приходят трусики, каждый комплект это идет, каждый приходит в своем зип-пакете. У продавца на выбор очень много разных комплектов. Комплект состоит из трех штук и разные расцветки. Я взяла вот черно-фиолетовый розовый расцветку. Как я сказала, это трусики для особых дней. Дала очень много отзывов про них и все-таки решила себе приобрести. В общем, тут у нас идет, видите, вставка. И вот так вот оно все выглядит. Это сзади, это спереди. Там такое чувство, что, я не знаю, ткань она не пропускает. Здесь у нас 100% хлопок вставка. Сами трусики очень мягкие, приятные. Они у нас идут как бы, такие, знаете, типа не в дырочку, а такие рельефные. Они очень мягкие, очень-очень тянутся замечательно. На свои параметры взяла 2ХЛ. Объем бедер 98 у меня. Все прошито аккуратно. Строчки все ровные. Ниток нигде не торчит. Это вставка в трусиках везде абсолютно все одинаково выполнено. Она не пропускает влагу. Поэтому для этих дней, мне кажется, это отличный вариант. Некоторые даже пишут в отзывах, что после покупки этих трусиков не представляют уже, как говорится, жизни без них. Как они, типа, обходились без них ранее. Посмотрим. Наверное, действительно отличный. Потому что почитайте отзывы, зайдите по ссылке. Все очень довольны данным комплектом. Наконец-то пришел мой чехольчик новый и защитное стекло. Недавно в своих распаковках я показывала и заказала свой телефон новый. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Смотрите, какой красивый. Здорово. Вот у нас мягенько. А с этой стороны плотное такое идет. Очень красиво все переливается. Чехол действительно красивый. На выборах было несколько расцветок. Я взяла в сиреневом цвете. Так уже было в розовом, если не ошибаюсь, в синим. Давайте примерим. Все идеально подошло. Красиво тут все переливается. И стекло защитное. Приходят в такой вот коробочке. Здесь у нас салфетки, чтобы протирать. И само стекло. В комплекте с двумя штуками, потому что обычно разбивается быстро у меня. И чтобы было запасное. Здесь идет небольшая рамка черная. И второе стеклышко. Стеклышко абсолютно такое же. Все целое. Давайте приложим, проверим. Идеально все подходит. Видите? Вырез как под монобровь. Все супер. А это не угадайте, что это. Наверное, все подумают, что это игрушка в ванную. Нет. Это у нас звоночек и фонарик для велосипеда. Да-да, для велосипеда. В общем, что тут у нас идет. Мы вот эту штучку вставляем на нашу уточку. Вот так одеваем это. Вот она пищит. Здесь, видите, сзади свисточек. Только у меня почему-то не получается включить фонарик. В общем, это одевается на велосипед. Крючок. Таким образом на крючок. Оп. И у нас на велосипеде это уточка. Плюс у нас запакована каска. Оденем нашей уточке сейчас каску. А тут застегивается. И вот такая у нас красивая уточка будет на велосипеде. Только единственное, не понимаю, пищать пищит. А вот, чтобы там она мекает, надо разобраться, как она должна гореть. Выбор большой был. Разных животных и уточек. В общем, мне решила взять вот такую смешную детскую. Как раз для детского велосипеда, мне кажется, будет отлично. Так как у меня до покупки нового телефона везде был вход USB, вход такой. А при покупке, имея все провода с USB, обычные самые. То новый телефон с Type-C вход. Поэтому решила взять такой вот переходник. Видите, мы вставляем Type-C. А здесь USB. То есть, можно из провода USB сделать вот такой вот вход. В общем, отличная штучка, удобная. Здесь у нас есть дырочка, можно подвесить, куда-нибудь с собой брать. Мини-переходник. Это мужской ремень из натуральной кожи. Как видите, все упаковано отлично. Все обернуто и пряжка, и сам ремень. Взяла ремень с красивой матовой пряжкой, в черном цвете. Смотрится очень-очень красиво. Ремень можем укоротить. То есть, эту штучку поднимаем, обрезаем и вставляем. Все очень легко и просто. Здесь у нас застежка автоматическая. То есть, тут у нас, видите, вот такие вот, как их называют, забыла. Мы вставляем. Все. То есть, он закреплен. Чтобы нам расстегнуть ремень, мы эту пипочку нажимаем и все. И вытаскиваем. Все очень легко и просто. В общем, сам ремень выполнен из натуральной кожи. Утверждать не буду, я не знаю, не проверяла. Сейчас муж носит, как новый ремень, уже, наверное, год точно. Швы все аккуратно прошиты. Никаких заломов, ни царапин, ничего на ремне нет. Выбор пряжек очень большой. Втягивающее белье. Но, надеюсь, он мне скоро не пригодится, так как я сейчас усердно стала заниматься собой. Пытаюсь похудеть. Надеюсь, у меня получится. Но, сразу решила заказать. Приходит у нас с такой вот бирочкой. На свои параметры мне продавец посоветовал взять размер XL. Это белье, оно идет как бы на все тело. Тут у нас спереди идет молния. И здесь у нас, видите, еще крючки. Ну, я могу сказать, белье выполнено очень классно, качественно. Ткань приятная, мягкая. Она действительно будет утягивать. Тут у нас ткань двойная. Сзади вот так у нас попа выглядит. Между ног у нас тут есть дырка для удобства. И снизу на ногах, снизу у нас пришито кружево. Оно мягкое, приятное, как все сделано. Выбор еще была другая расцветка. И много-много разных размеров. Продавец-общительница. Я ему написала свои параметры. И он мне посоветовал, какой размер брать. Как я и говорил у меня, старший сынок очень любит Человека-паука. Заказал мы на Алиэкспрессе фигурку 30 сантиметров. Приход в фирменной коробке, кстати, можно заказать и без. На выбор у продавца все-все есть герои Мстители и Халк, и Росомаха, и Железный Человек, и Зла-Человека-паука. Будем собирать коллекцию с сыночком. Что у нас тут? Он, видите, весь закреплен. Это Человек-паук, у него двигаются руки, вращаются ноги вперед, все крутится. И голова немного оп-оп, и поворачивается. Такой Человек-паук действительно выполнен надежно, такой из плотного-плотного пластика надежного. У нас в детском мире такие игрушки в два раза дороже стоят. Однозначно советую, действительно, качество отлично. Это такие крутые кроссовки себе заказала, очень классные. Мне они безумно понравились своим интересным дизайном. Очень классные. В белом цвете и украшены разным-разным интересным декором. Например, тут вставка на платформе голубая, здесь у нас какая-то штука. Задник, интересно, выполнен. Тут, видите, дырка, а здесь у нас вставочка мягкая, то есть пятки будут мягко. То есть это летний вариант, больше. Стелька у нас вынимается. Они идут на шнуровке, на шнурке в белом цвете. Форма у нас, пятка у нас идет выше, чем носочек. Достаточно массивная такая платформа. На свои параметры 24,5 сантиметров я взяла размер 40. Подошли они мне отлично. Присутствует небольшой запах, они мягкие. Смотрятся они очень стильно, красиво. На выбор у продавца было несколько расцветок. Так, это я заказала себе рубашку пола. Она в зип-пакете, бирки присутствуют все. Она очень красивая, мне нравится. Запаха абсолютно никакого нет. Очень крайне интересный дизайн. Воротник у нас выполнен, видите, в полоску. Интересное сочетание. Сама она темно-синяя, даже практически черная. А воротник у нас идет оранжево-зеленым. И рукавчики тоже. Я могу сказать, сочетается все очень здорово, красиво. Это рубашка пола. Застегивается на три пуговицы. И впереди у нас очень-очень много разных вышивок вышит. Видите, это все вышивки. То есть, после стирки ничего с ними не произойдет. Все аккуратно, красиво. Они такие маленькие. И ананасики, и листья пальмы, звездочка, попугайчик. И фасон у нас, видите, здесь у нас по бокам идет разрез. И сзади у нас чуть длиннее, чем спереди. Материал у нас 70% хлопок, 25% полиэстера и 5% спандекс. В принципе, состав мне нравится. Отличный. Немного тянется она. На одном рукаве есть вот такая вот металлическая красивая бирочка, декор. Классная рубашка. На выбор было много разных расцветок. Мне почему-то захотелось взять в темном. А это гаджет для кухни. Наверное, все знают. Такое чеснокодавка. Заказала я в своем любимом магазине. World Buy называется. Пользоваться легко. Положили чеснок. И вот таким вот движением мы его подавили. Здесь выполнено это где? Сама давилка из металла. Это из пластика. Достаточно все прочно. Удобно держит руки. Она такая большая. И на выбор у продавца было много разных расцветок. А это штучка для салфеток. Правда, я ее чуть-чуть по-другому себе представляла. Ладно. Присутствует небольшой запах неприятный. Что она из себя представляет? Она выполнена типа под кожу. Из, понятное дело, это ПУ-кожа. Здесь у нас на кнопочках. Вот так вот. Сюда ставим нашу коробку с салфетками. Застегиваем. Она приобретает форму более объемную. И отсюда вытягиваем салфеточки. Чтобы не коробка стояла с салфетками некрасивая, а вот такая вот интересная обертка, как говорится. Вот так вот это выглядит. Видите, она форму приобретает квадратную за счет того, что там коробка с салфетками будет. И вот мы достаем оттуда салфеточки. То есть будет красиво на полке стоять. И будет красивый вид. Конечно, фотография, мне кажется, наверное, красивее было. Ну ладно. Я думаю, я поставлю туда салфетки. Будут смотреться интересно. Все, такая вот штучка. В принципе, стоит недорого. И в качестве, не в качестве декора, будут прятать некрасивую коробку с салфетками. Очередные очки из моего любимого магазина Косисан. Приходят в фирменной коробке, в фирменном чехле. Лежали в воздушной подушке, поэтому ничего с очками не произошло. Внутри все аккуратно сложено. Салфетка по уходу за очками и карточка для проверки поляризации. И сами очки упакованы у нас замечательно. Это очки хамелеоны. То есть они подстраиваются под погоду. То есть, например, в помещении оттенок стекол один, на улице при попадании солнечных лучей другой. То есть очень удобно. Душки выгибаются, подойдут любому типу лица. Носоупоры силиконовые мягкие. Оправа у нас сама металлическая. Защита от солнца ОФ-400. И душки у нас такие кругленькие, аккуратные. Так у нас ничего нет, так у нас появляются машинки. Это вот идет проверка поляризации. То есть поляризация действительно есть. И от солнца они защитят. Сказала я себе специально под... Чтобы одевать под жакет, маечку на бретельках. С красивым здесь украшено декором. Она идет в одном размере, но она очень сильно тянется. Видите? От 42 по 46 размер точно. Она очень мягкая, приятная. И украшена красиво кружевом. Отличная кофточка. Будет смотреться красиво под жакетом. На выбор было много разных расцветок. Очередная заколочка. Очень красивая. У нас вот такая вот защелочка. Достаточно плотная. То есть будет держаться плотно. Украшена она жемчужинками. То есть жемчужинками, бусинками. Все приклеено аккуратно. Клей я нигде не вижу. Сама она в золотом цвете. А это силиконовый чехольчик для iPods. Для наушников. Здесь у нас специально под кнопку есть. Для того, чтобы заряжать было удобно отверстие. На выбор много разных расцветок. Кстати, есть разные фигурные там красивые с животными. Чехлы. Я взяла обычный простой в красивом сиреневом цвете. Это мужской галстук. Приходит в пакете. Аккуратно сложен. Галстук очень красивый. В таком глянцевом цвете. Серо-синяя полоска косая. Заказываю я галстуки в данном магазине. Уже не первый раз. В магазине очень большой выбор. Есть очень красивые, яркие. Выполнено аккуратно. Все, видите? Чтобы не болтался галстук. Цена на эти галстуки в магазине очень низкая. Очень по сравнению с магазинами. У нас очень они дорогие. Поэтому я заказываю в этом магазине. Только в нем и заказываю галстуки. А это заказала очередной плед. Плед для детской кроватки. Я уже заказывал. Мы с мужем как-то в детскую. Желтые пледы. Но нам они не понравились. В плане того, что они не закрывали всю кровать. То есть торчало постельно. Некрасиво смотрится. И уже вид такой закатались немного. Поэтому решили обновить. В этот раз большие размеры взяли. Но мне почему-то пришел один. Хотя я заказывал две штуки. Буду писать продавцу. Разбираться. Во-первых, продавец очень долго отправлял. Да, там была проблема из-за этого коронавируса. Но все уже работали. А он все что-то тянул. Тянул. Продавец мне не очень понравился. Буду писать. Посмотрим, что мне скажут по поводу второго. Где второй плед. Взяли в расцветку голубая какая-то. Здесь видите. Белый, серый. Много разных расцветок. На этот раз он такой чем-то там наполнен. Такой он не тоненький. Ну вот, постелила плед на детскую кроватку. По размеру он нам идеально подошел. То есть он закрывает и здесь постельное белье, и по краю. То есть ничего не видно. Если в том у нас вот так вот было коротко, то здесь все замечательно. И смотрится, конечно, на мальчишечей кроватке. Он очень здорово. Как раз и в интерьер вписался замечательно. Да, вот он смотрится на нашей кроватке детской. Единственный минус в том, что вот эти вот ниточки, если плед сильно потянуть, где-то в каких-то местах у нас вот, видите, я вот не знаю, как это теперь сделать. Единственное, конечно, это минус. Кто знает, как мне это все заделать или прошить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень благодарна. Так, да, он смотрится красиво. Ну вот, единственный минус этот, учтите, если вдруг кто захочет себе данный плед. Ну вот и все. На этом видео мы закончили. Спасибо большое, что посмотрели. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Может, чем-то смогу помочь. Либо подсказать, может, что-то. Ну и надеюсь, вы меня поддержите лайк. Мне будет очень-очень приятно. Все ссылки будут внизу в описании. Как всегда, заходите, смотрите. Я вам желаю хорошего дня. Берегите себя и ваших близких. Всем пока-пока. До новых встреч.